Продолжаем нашу работу, у нас еще впереди целая серия встреч. Сегодня мы ее посвящаем одному из направлений нашего гемплана, развитию новых территорий. Если мы в прошлый раз говорили больше о природно-рекреационном каркасе, как о отдельно взятом его направлении, сегодня мы хотим поговорить в целом о точках развития города Казани. В новом гемплане заложены, скажем так, 13 мест, где будет Казань расти. И по этим территориям у нас есть, скажем так, основные принципы. Это, во-первых, полицентричность. То есть на этих территориях люди смогут не только жить, но и работать, и водить детей в школы, и дошкольные учреждения. То есть это будет полноценная территория, где житель, живя на данной территории, у него будет ореол обитания со всеми функционалами, которые при этом ему необходимы. И второй момент, что из полицентричности, конечно же, вытекает это комплексное развитие данных территорий. Соответственно, и жилье, и дороги, о которых мы на прошлой встрече тоже так затронули, и общественный транспорт, и инженерная, и социальная инфраструктура. Поэтому для нас очень важно, чтобы город имел определенные территории, которые будут самодостаточны по своему наполнению. Конечно же, одной из самых главных задач генерального плана является обеспечение жителей города Казани и наших будущих жителей комфортными условиями для проживания и работы. Я хочу сказать прежде всего то, что работа над любым генеральным планом любого города, мира, не только Казани, не только России, начинается, конечно, с анализа ситуации на сегодняшний день и прогнозов развития города. И, конечно, прогнозы развития города – это достаточно интересный процесс, в результате которого мы получаем идею о том, каким образом и как должен наш город развиваться. И вот сейчас, в ходе работы над генеральным планом, в проектировщике была определена вот такая кривая, которая у нас средняя, зеленая, 1432. Это как раз тот прогноз населения, который предполагается к росту на расчетный срок генерального плана, в связи с тем, что у нас есть определенная информация и аналитика на естественный прирост населения. Ну и также миграционные процессы, а также все то, что связано с городом, с ростом города, как столица республики Татарстан. И, конечно же, с учетом того, что сейчас у нас население примерно 1240, по-моему, на 2018 год, понятно, что одной из главных задач генерального плана является определение площадок, где же все-таки будет располагаться вот это новое население. То есть определение площадок развития, закрепление их, а также очень главное – обеспечение всей необходимой инфраструктурой. Для комфортного размещения этого населения мы должны на расчетный срок за 20 лет прирасти до 46 миллионов квадратных метров жилья. Для сравнения, на сегодняшний день, вернее, на 2018 год у нас примерно порядка 30 миллионов квадратных метров, то есть 16 миллионов плюсом должно у нас было случиться. И, конечно же, встает также генеральным планом, ставится задача, где же будут размещаться вот эти 16 миллионов квадратных метров. И с учетом того, что мы уже приняли политика нашего города такова, что мы не рассматриваем точечную застройку, мы ее не рассматриваем как ресурс для жилья, единственным ресурсом, вернее, двумя источниками ресурсов является либо повышение эффективности и строительства на территориях депрессивных, промышленных предприятий, которые не являются уже неэффективными, не работающими, и не застроенные территории. Таким образом, были определены генеральным планом следующие принципы развития территории. Это при сохранении границ города, поскольку границы города у нас не увеличиваются, мы не можем это делать. И о чем говорил Радик Граверч, и также мы считаем, что это очень важный фактор полицентричности, то есть развития полноценных районов не только в центре, но и на периферии города. Обязательно мы говорим о комплексном развитии территории. Очень важно для нас сбалансированность размещения мест приложения труда и жилья, то есть мы должны обеспечивать достаточное жилье, достаточную возможность развития жилья вокруг площадок, где находятся, соответственно, места приложения труда. Развитие предпринимательских функций города и города как столицы республики. Очень важен для нас реновация производственной зоны. Обязательно нужно, чтобы гемплан обладал возможностью гибкости, то есть при изменяющихся условиях экономических, политических, каких-то событиях, которые у нас происходят достаточно часто, кстати, в городе, мы должны иметь возможность получения такого механизма, который нам позволяет встречать эти события правильно-правильно в строительной политике. От того срока, который определен закон, о столкновении установленных, мы можем не принимать веры о том, что... ...выдь разрешенного использования для правильного кризиса. А сейчас пока, я сожалению, скажу вам.